идем на пляж слушайте дюны такие здесь прямо две такие дюны и между ними дорожка белый такой песочек холодно слушайте холодно люди смотрим с длинным рукавом и те кто сидят в креслах тоже как-то накрылись и я надела вот такой вот пиджак это у меня кольца но это я в магазин ходила то есть хочется ходить все сразу и магазины туда и сюда на пляж уже с кольцами конечно это но я знала что и купаться сегодня не буду ничего там что-то один на другом сидит смотрит этот трактор проехал причесал пляж с утра ой боже как хорошо немножко холодно чуть-чуть совсем все равно хорошо если быстро идти то холодно не будет не так ли я как-нибудь туда еще надо съездить подальше вот сюда цивилизацию туда подальше как-нибудь птичек столько сидит компании видно что-то лопают если что-то люди едят все птицы там причесывает тракторки по утрам причесывают плаш у него такие вот такие как виллы да и он подбирает кое-какой мусора иногда это машинка тракторок останавливается водитель спрыгивает и подбирает вручную если машинка не подобрала мне нравится что все убирается все бесплатно кто-то написал что горит а по сезонам у вас а есть сезоны горит оплачиваемая есть как-то сезоны бесплатные что имеется ввиду я так не поняла имейте ввиду пляж нет все бесплатно в америке пляжей этих платных я не видела нигде даже не знаю если где-то такие может где-то есть на севере в каком-то нью-йорке где-то маленькие город большой а места морские маленькие все эти в холодной воде девушка стоит они рады они же приехали с севера с канада они сейчас довольны как эти как слоны от снега прилетели там пять-честь часов назад видели снег а сейчас приехали здесь такая красота я не знаю вы меня слышите или нет но главное что я наслаждаюсь как хорошо как красиво как хорошо есть народ сидит раздеты вот смотрю но детвора ладно им все равно они все время бегают а взрослые смотрю совсем раздеты как им не холодно ой господи потому что я из россии мерзлячка у меня многие когда слышат акцентом вы откуда хит россии ой а когда вот холода стояли это вот вот этот месяц до было но где-то с конца декабря и весь январь было очень холодно у нас как необычно холодно то есть прямо холодная такая зима была это все об этом говорили он девушка одевается одевайся одевайся штаны джинсы длинные главное кто кто на пляж джинсы джинсы длинных ходят но тем не менее сегодня ходят так она так это спрашивает что сейчас вот покажу это видите инвалидная этот вокер инвалид человек припевшийся на пляж правильно и делают у нас они везде ходят да так и мне все время горит ой из россии что вот у вас же вот холодная погода я говорю ой да холодно очень ну смысле здесь холют у этого ваша холодная погода вам должно нравиться это ж ваша погода я рунет это не на что да вам же должно нравиться вы же горит это сама типа должно быть адаптировать руне отменинаральcent не нравится холодная погода все почему-то считают что если ты из россии тебе обязательно должна нравиться холодная погода вот слушайте кто-то в такую холодину вот там купается Я не пойму, как они вот в раздетые ходят. Мне так холодно. Что-то я не поняла. И я не одна такая, вон, дядя в пиджаке идет. Слушайте, ну, молодежь, тинейджеры в воду зашли. Ну, правда, если шевелиться, то ничего. Если ты живешь и эти в пиджаках, видите, ногам ничего. Вон тракторок, о котором я вам говорила. Чистит. Классно. Понедельник сегодня. Воскресенье, в субботу будет еще больше народу. Как классно здесь, да? Красиво, да? Как хорошо. Смотрите, эти сумасшедшие. Детки сумасшедшие. Но эти люди более одеты. Кто-то писал, что вы в такой местности живете. Да, но в Америке очень много мест хороших. В Америке, Америка страна теплая, я бы сказала. Я имею в виду Соединенные Штаты. Прямо теплая. Очень много теплых мест. Много пляжей. И вот Южная Каролина, Северная Каролина. То есть выше идем, да? От Флориды туда. Джорджия. Это теплые места. Да, наверное, может, даже до самого Нью-Йорка. Не знаю, я там не была. Но, во всяком случае, пляжных мест здесь очень много. Леньте, валяются, спят прямо. Но это латиноамериканцы по телу, по тулбищу. Если у женщины нет талии, а наоборот, она выгнута, то это латиноамериканка. Не все. Аргентина другая по телам. И Бразилия другая. Но это вот что я заметила. Я вот не видела чилийцев, например. Никогда не встречались мне. Вот. А что касается мексиканцев, так вот, они такие и есть. Вот. Гватемала, Гондорас тоже такие же. Майя, майя, майя. Племя майя. От них они произошли. Это отели здесь. Ну, вот это на отель. Судя по тому, что желтые зонтики, то это отель. Ну, не думайте, что вот это люди, что сидят здесь, это они в отеле там живут. Нет. У них полотенце, я смотрю, все это такое из дома принесли. То есть, не... Это такие, как мы с вами. Ой, смотрите эти сумасшедшие. Значит, он одет в пиджак и ребенок в теплой футболке. И он в такой толстой... не пиджак, но это толстовка. Такая ветровка. И зашли в воду. Лишь бы в воде поставить. А что, классно? Ну, дело в том, что сейчас все же машины посопрыгивают и поедут домой. Где же пешком не пойдешь, холодный и мокрый. Сейчас он пойдет там в машине, что-то переоденет, может быть. И все. Чего нет в Америке, на пляжах, нет переодевалок. Нигде, никогда, ни разу не видела. Может, кто-то видел? Напишите, не знаю. Нигде нет переодевальных вот этих вот, знаете, загородочек, как в России. И в них всегда грязно. То есть, кто-то какать думал или надумал. Это ужасно, я помню. Теперь переодевалки, это... Вот, здесь нету. Ну, может, сейчас уже там на платных пляжах не так. Ну, пляжи-то платные в России. Это ж ужасно, люди. Это вообще кошмар. Здесь вот я за парковку сейчас заплатила 1,25. Здесь дорогая парковка. Ну, именно в этом месте. 1,25 в час, да? Это дорогая, но место такое. По местам здесь иногда бывают доллары, иногда будут меньше, иногда 5 долларов в день. То есть, целый день. Это утром приехал, ночью уехал. К ночи уехал с пляжа. Вот, 5 долларов за весь день. Кстати, здесь недалеко, я знаю, вот там, вот там, вот там такая парк есть. И там такая парковка, что 5 долларов в день. Вот. И это. И за парковку мы платим. Мы за пляжи не платим, безусловно. Не бывает платных этих. Да, вот с переделывалками, да. Но мне кажется, здесь из-за того, что все на машинах. Ну, поэтому. А те, кто туристы приехали, ну, они недалеко. Они или рентуют машину, а если он живет в таком отеле, значит, что он вот это пешком здесь ходит, не беря машину и приезжает не на большой срок. Но мы когда с мужем ездили из того штата отдыхать во Флориду, да, на Север-Флориду, я вам говорила, Дестин, Пенема-Сити. Мы или на своей ехали, даже на троке как-то ездили, что брали барбекю-машину, все такое. И когда останавливались в этом, не отеле, а вот в этой апартменте, так мы еще и жарили что-то там на своем барбекю. Ну, машина такая, знаете, такая складная такая. Вот, на балконе ее открываешь и можешь жарить барбекю. Вот, мы на своей ездили либо... Ой, что-то меня укусило там, что ли. На своей ездили либо брали в аренду. Я помню, в Канаду мы ездили, брали в аренду машину, потому что, ну как без машины, ну куда ты, как ты выйдешь? Вот турист и не турист фотографируются. Турист или не турист, все равно тебе машина нужна. А эта девочка такая в эту воду хотела пойти. А эта девчонки фотографируются. Вот, кстати, афроамериканцы у нас, они на пляж загорать не ходят. Почти не вижу. Почти. Настолько редко. Или это пасмурный день как-то. Они говорят, у них кожа не приспособлена. А вот этот африканский... Африканцы же на палящем солнце, да, черные, я имею в виду, в Африке. А говорят, эти наши, которые у нас афроамериканцы, они утратили эту способность. Ну, их кожа утратила способность выдерживать такую жару. Потому что они же у нас несколько поколений назад привезены были. И не жили под африканским солнцем. Обнуженные. Все же в кондиционерах живут. Вот. Поэтому утратили и способность. И говорят, что они загорать не могут. То есть они моментально будут обгорать, краснить кожу будет. Вроде бы так. Не знаю точно. Напишите, кто знает. Вот. Ветер дует, задыхаюсь. И по песку тяжеловато идти. Перегребаю. Эти шлепки засыпаются. Вот. Но все равно хорошо. Как хорошо. Февраль сегодня. Пятое число. Пятое февраля. Вот. Пишите, говорит, город, в котором вы находитесь. А Клёп его знает. Вот это Клирвотер. Это я точно знаю. Клирвотер. Вот. А там, где я припарковалась, даже не знаю. Они тут, города, очень быстро меняются. Переходят с одного в другой. На Клирвотер. Как красиво. Такие надувные. Ой, трудно эти по песку. Надувные такие, да? Лодки. Классные. Вот такая лодочка. А это джетски. Джетски. Мотоцикл. В такой шторм они, конечно, не... Ой. Господи. В ямку попало. Подождите. В такой шторм они, конечно, не... Не плавают эти джетски. Так, ну... Мне может выйти на цивилизованную территорию, как вы думаете. Вот туда. Или пройти дальше. Или может мне босиком. Я сейчас босиком похожу. Башмаки вон. За босиком пойду. Вот здесь медитирует. Лень-то сидит. Это йога, йога. Вот аж вот общение с космосом. А это тайский массаж. Довольно много народу тут. Ты смотри. Я тут никогда не была. Вот так, чтобы ходить. Нет, я подъезжала туда. В каком-то кафе. Вот тут из ресторанов была. Ну так, чтобы ходить именно в этом... На этом мосту, по-моему, я была. Ну так, чтобы ходить по этой местности. Так, и не... Оляньте, какой у нее бизнес-одежда. На пляж. Ну только приехали. Может, вышли. Это... Еще много у нас здесь по этим отелям бывает собраний, вот эти митинги. Ну, то есть какие-то организации проводят собрания, да? И арендуют вот эти все отели. И приезжают люди из других штатов встречаться, ну, то есть компания. Ну, типа бизнес-трип. Бизнес-трип. Командировка. Трип – это поездка. Бизнес-поездка, да? Командировка по-насому. И в бизнес-трипы приезжают, и они... Похоже, вот эти дамы, которые в брюках и в пиджаке в красном. Может быть, бизнес-трип был. Митинг был, и она была так одета. А потом пошла на пляж посмотреть воду. Сразу с работы, да? Кто-то на парашютике вот там, вот там, лодка и парашют. Боже, в такой ветер, в такую холодину. Это же надо. О, два афроамериканца сидят. Ну, потому что холодно. В жару по ней не сидели. Красиво. И как хорошо. Сейчас мост покажу. Вот дойду до него. О, это... Хорошо. Для меня, конечно, очень важно жить в хорошей погоде вот теперь. Я бы уже, наверное, не смогла, как пишете вы мне, что... Ой, а у нас за окном слякоть, дождь, снег. Ну, кто что пишет? Кто пишет, что было минус 42, из Сибири написали. Было 42. В прошлой неделе, сейчас, говорит, помягче. Ой. Да, 42 может еще лучше, чем слякать дождь зимой, правда? Ой, да. Помню я это все. Несколько этих сапог. Короче, длиннее, выше. Ну, видите, Америка же север тоже, это где-то наш. Ну, средняя полоса России, наверное, это север Америки. Наверное, так, да? Ну, говорят, что в Сочи на одной параллели с Нью-Йорком. Но в Сочи и в Нью-Йорке погода разная, уверяю вас. В Сочи, конечно, лучше. Ну, и за море, наверное. А где я вообще не знаю. И в Нью-Йорке море. Ну, не знаю, из-за чего. Но, да, в Сочи, наверное, помягче. Ну, может, горы. Может, из-за этого не знаю. Я не знаю точно. Даже никогда не смотрела по карте, где там находят. Я только знаю, что Флорида на параллели с этой, с Африкой. Вот это я знаю точно. И то, что у нас африканская жара летом, это я точно знаю. Я недавно встретила мужика из республики Ганна. Ганна. И он сказал, что... Я говорю, как в республике Ганна погода. Он говорит, погода в Ганне такая же, точно, как во Флориде. Я думаю, надо же, но очень хорошо. Недалеко мы ушли от африканских стран. Вот. Под мостом вот так вот проходим. Так, чтобы голову не зашибить. Что-то он низко так, этот мост или песку здесь намело. И идем. Вот. Довольно людно, да? Прямо людно здесь. Ну, у нас же зимой, у нас зимой народу больше во Флориде. Это считается сезон продаж. У нас летом, даже по магазинам считается, что это не сезон. Дают отпуска людям летом и так далее. Потому что не сезон, мало покупателей, да? Ну, смотри, какой бизнес. Например, рестораны или магазины, торговые. То есть люди не работают в... Бизнесы не успешны летом, так как зимой. У нас зимой же понаезжают эти снежные птицы, snowbirds. Их называют снежные птицы. Птицы летят, типа того, типа с севера. И вот они вам и сидят здесь на насестье. Снежные птицы. Как интересно. Господи, сколько ж тут народу, мамы, это семьями, прямо кланами, кучками, да? Утром, утром одинокие всегда ходят. Ну, как одинокие, проснулась она или он. И побежали на пляж походить. А вот к концу дня, видите, такие семьи, кланы, кланы. В кресле тоже прохладно сидеть. Ну, может, они недолго. А может, люди по-разному чувствуют устойчивые к холоду. Никогда тут не ходила. Я была вот там вот. Там вот есть маленький порт, отплывают оттуда кораблики. Вот эти вот еще, когда нароют, эти ямы. И если вот вечером вот так пробежечкой идешь, я помню, мы с Хасбантом так и обходили. Если ногой попадешь туда, мало не покажется. Надо смотреть под ноги. Тем более, если вечернее время суток, когда не очень хорошо видно. Вот еще одна яма. Дети роют. Это лифчик. Кто-то потерял. Размер минус 10. Не просто ноль, а минус 10. Вот. Даже детей маленьких в воду водят. Так, ну, наверное, я уже... Наверное, меня там не слышно, а? Вот там вот кораблик, это этот, прогулочный. Вот тот, вот там, вот там, вот там. Я смотрю, что люди, пассажиры. Такая небольшая баржечка прогулочная. Наверное, вот там река. Обычно они в открытое море, ну, то есть порт вот тут, например. И они вот так вот выплывают, выплывают и назад. Кружок сделает и назад. Они далеко у моря. Или вот так вот вдоль берега они плавают. Немножко там разворот сделает и все. Даже не только в шторм, а вообще. Никогда. Вот. Ну что, мы с вами пошли. Назад. Сейчас я выйду и пойду пешком назад в машине. Хорошо, я сегодня прошлась. Хорошо. У меня Хазбанта утром ходит. Я спала. Утром на пляж ходила. Я забыла спросить, какая погода. Как он там себя чувствовал. Это ренталовые китайцы. Вот. Ой, как хорошо. Видите, мусорные эти в рядочек стоят. Все они пустые. Выгребают мусор постоянно. Не бывает мусора здесь, не запахов. Тем более, какого-то пищевого мусора. Вообще на пляж считается запрещено еду носить. Ну вот, если вот эти вот люди, кто на машинках, а вот они, не будем далеко, машинки эти, вот обслуживающий пляж. Ну это охранник там написано. Пляжный охранник. Если они объезжают, то если видят, например, разложишься с едой, могут подъехать. Ну полицейский или полицейскому позвонят, полицейский подъедет. Скажут, что уберите еду. Если ты разложишься, как вот банкет. Знаете, смотря на каком пляже. На этом пляже, да. А есть же у нас такие дикие пляжи, так там никого и нет. Можно. Но все равно мусора нет. Но надо поосторожнее. Если увидят какая-то семья недалеко, что ты тут разложился и жрешь вовсю, могут позвонить. На пляже есть нельзя, считается. Здесь такой песок, да? Смотрите. Ой, как хорошо. Ой, ну стало. В рот надуло. Я уж разговариваю, в рот ветер дует. А это холикоптер. Холикоптер. Вертолет. А это машина, которая по пляжу обслуживает. Так, а это семья. А это... А это их станция, этих машинок. Фу, как хорошо жить. Говорит, как хорошо жить. А жить хорошо еще лучше. Это бриллиант, нет, не бриллиант. Операция И, да? Говорит, как хорошо жить. А жить хорошо еще лучше. Фонтанчик для воды. Душ. Душевые кнопку нажимаете для ног. Я уже показывала вам. Ну, давайте еще покажу. Может, кто только подписался. Внизу ноги, вверху туловище. Вот там, вверху. Здесь вверху туловище, внизу ноги. Кнопка посередине. Еще одна. Вот, красиво все здесь. Здесь очень красиво. Так, пойдемте сюда. Девушка сидит, мечтает, глядя на море. Велосипеды поставить можно. Тут парковка занята вся. Вы видите, что делается? Зима называется, февраль, да? Занята вся. Вон машина. Мне где припарковаться бедным. Это я же припарковалась далеко. Пляжи в Америке тоже бывают такие, знаете, немножко молодежные. Немножко более, когда люди постарше. Ну, вот такой пляж будет молодежный. Я и вижу сейчас полно молодых людей, детей. Ну, потому что он широкий. Здесь все такое. Вот эти велосипеды, шумненько так это все. Что он там продает? Крутит всякие эти украшения. Из какой-то бересты, из каких-то этих камышовых листиков крутит украшения, розочки всякие. Вот это тоже фонтан с черепашкой. Под черепашкой мыться лучше, правда? Тоже для ног и для этого. Черепашка вас помоет, спину потрет. Я когда-то видела, да может даже на этом пляже, как утром. Ну, лето было. Мужик, это, а, миноискатель у него. Мне написали сегодня, что у нас в России с миноискателями ходят. И то, что нашли, даже на эти деньги строят дома. Можете себе представить, что там можно было бы найти, да? Какие-то бриллианты, да? Как бриллианты? Миноискателем не найдешь. Металл. Золото. Представляете? Классно, да? Опс, опс. Он ему ладу не даст, по-моему. Так. Ага, полно здесь молодежи, и притом миксовых людей разных. Черных, белых, латиноамериканцев полно. Разные люди. На скутеры приехал. Я тоже обмою ноги, когда... Ну, может, дойду подальше обмою. А что ж я их сейчас буду обмывать-то? Я думала даже позагорать. На мне купальник одела. Ну, какой тут загор. Опять черепашки. Это какой-то черепаховый пляж. Да? Здоровая такая. Глянцевая такая красивая черепашка. Вот. Что-то там продают. Не, ну, на мост я не пойду. Я даже вам, я мосты вам показывала. Это эти, фишинга. Ну, не только фишинговые, но дальше. Проходишь туда, можешь идти, а дальше туда раз, и закрыто. И написано, что фишинга за фишинг. Платишь в ход, и идешь ловить рыбу. Пять долларов, что ли. Дневная оплата. Но тем, кто имеет эти постоянные билеты, ну, то есть такой, как-то в России, что постоянный билет называется. Забыла. Как у нас в автобусах назывался? Единовременный, и как-то забыла я. Забыла. Ладно, уже забываю. Так, пошли. Испанская речь. Латиноамериканцы. Если у нас слышно французскую речь, это канадцы. Посмотрите на него. Ну, это не бомж. Ногти чистые, чистый. Просто лег спать. Если будет спать очень долго, его, конечно, этот полицейский остановит. Это американские девчонки. У нас такие шортики, такие красивые. Девочки. Красиво. Так. А там что-то строится, лупят. Это мальчик тут с якорем в руках. Что имеется в виду? Ладно, не буду я там вчитывать. Куда он в поколении? А как Ленин, точно. Только почему-то они правой левой рукой показывают. Левша, что ли? В Америке очень много с левой рукой. Левой рукой. Левша, многие люди, этот, главная, главная рука, главная рука левая. Как сказать? Например, президент Обама. Он левой шпарит. Еще какой-то президент, я забыла. Кажется, Клинтон, что ли? Кто-то еще шпарит. А вот не знаю, за Трампа. Трамп праворукий. Не знаю. Не знаю. Считается, что левой рукой, кто пишет, они гениальны. Знаете, да? Что говорят все гениальные люди, многие, были левшами. Представляете? Я праворукая. Что, собственно, заметно. Хутерс. Это этот. Это такой ресторан с крылышками. Там крылья эти жареные все вкусные. Вкусные. Все такое вкусные. Но хутерские девчонки, эти официантки, только девчонки там работают, по-моему, официантками. Мальчишек нет. Одеты в специальные такие колготки под цвет тела. И на них надеты такие трусишки. Такие шортики очень-очень короткие, оранжевые. И маки такие оранжевые. Ну, то есть, у них такая униформа секси. Но ноги надеты колготки. Даже в летнее время такие специальные. То есть, под эту фу-юниформ колготки. Такие непрозрачные, знаете, как тонкие лосины, только под цвет кожи загорелой. И всегда кажется, что они голоногие. Но это не так. Но это одежда. И поскольку шортики такие короткие, как трусы. Это паблик паркинг. Это стройка. Сейчас она перестанет шуметь. Сейчас я зайду за это здание. Видите, у нас зимой в феврале цветочки, да? На кусте. И такие уж там цветочки, чтобы прямо... Ну, немножко. А это старбакс кофе. Кафе. Надо говорить И на конце. Кафе. На букву С и К. Где прононс К. Надо выдохнуть кофе. Так, я не выдыхаю. А вы выдыхайте. Потому что вам надо учить язык правильно. Ой, каких мы этих собачоночек там привезли. Привезли на Плёш. Вот этот автобусик, наверное, стоит. Во всех вот пляжных таких местах туристических такие ходят. По доллару такие автобусики. Никогда до него не доберусь. Чтобы не на машине ездить, а на автобусике сесть. Ой, в тени холодно, слушайте. Да не 19 градусов, но, может, градусов 17, наверное, прохладно. Это Сан Трест Бэнк. Знаменитый банк во Флориде. То есть популярный очень. Банки с сетями здесь. Ну и тоже Сан Трест Бэнк не везде по штатам. Наверное, только во Флориде и есть. Не знаю точно. Так я за это, за хуторс, вот за тут вам не договорила. Ну, в общем, в этих сексуальной одежде девчонки, да, они официантки. И все там молодые подобранные. И все, ну, все-таки хорошо выглядят. Как-то даже нету толстых, что очень unusual. Unusual. Unusual это необычно. Но и это. Главное, здесь кафе было на этой стороне. Никого нет, не сидят. И там всегда просто у нас солнышки. Сели люди. Холодно все-таки. Вот. И они выглядят очень секси. Эти девчонки. Вот здесь еще паблик есть. Паблик, этот, паркинг. Да? Или это не паблик? Ну, все же забито. Здесь вот только утром можно встать. Ты смотри. Занято. Вот. Эти девчонки выглядят секси. Они такие классные. Вот. И мужики, говорят, любят в футер сходить, чтобы на девочек посмотреть. Вот. Ну, в Америке же не разрешается стукнуть, этот, лапнуть, тронуть. Нет, бужу по вси. Безусловно. Вот. У них там, ну, может, вечером что-то, ну, может, какие-то комплименты там есть, конечно, безусловно. Комплименты есть всегда. Здесь и женщина женщине часто говорит. Но по поводу пристать к официантке, я имею в виду, так это серьезно, какой-нибудь пьяный, но навряд ли. Не, не бывает. Боятся. Боятся полицию. Господи. Мотоцикли. Боятся полицию. Называется sexual harassment. Я вам говорила, сексуальное домогательство. Это, в общем, так называется. Здесь этот sexual harassment, они везде его суют. А что, типа, женщина должна сама тебе знак давать, да? Вот. Нам бы и заботы, да, девочки, в России, женщина сама знак давать. Наша, наша русская, я бы сказала, да сейчас обойдется. Еще не хватало мне знаками его завлекать. Еще чего, правда? Вот. А здесь параллельная парковка. Самое чудовищное, что я учила в автомобильной школе, это автомобильную парковку, помню, в России. Да еще с этим же, вот с этим вот, с переключением. Manual, 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 это. Ой, как же она? Подожди. Это автоматическая, коробка передач. Ну, я не помню по... Трансмещен, трансмещен, коробка передач. Manual, transmission. Правильно? Наверное, правильно. То есть, не с автоматом, а с этой, с переключением скоростей. Ужасно. Кто учит автомобиль, собирается ехать в Америку, не вздумайте учить его с этой, с не автоматом. Он вам не нужен. Все машины здесь на 99% все с автоматической коробкой передач. Есть тинейджеры, конечно. Есть мужики, которые любят с переключением скорости. Это чисто так вот для... Ну, любят они это, знаете, как вот... Многие для прикола покупают. Я помню, у мужа был племянник. Еще не жена. То есть, он для прикола специально искал. Очень трудно, кстати, ее еще найти. Ты еще найди эту машину. Как-то он еще пытался найти ему это... А ну, что здесь продают у них? Какой-то бутик. Маленькие эти шопы. Это Havana Cigars. Havana гаванские сигары. Кофе. Кофе. Этот. Так, это айс-крим. Это у нас мороженое. Итальянское написано. Какое-то оно итальянское, американское. Ликер. Ликер. Beer and wine. Пиво и вино. Wine. Вино. А на итальянском вино, да? Или на испанском вино. Wine. Это кто-то припарковался, приехал на такой машинке. Ой, или-то работник. Sale. А, for sale старит машинка. Можно это по пляжной территории только ездить. На ней же на дорогу не выедешь. Рестораны пустые. Наверное, вечером откроются. Сейчас, наверное, часа, может, так, это два. Вот. Поучим название с вами. Я вообще хочу показать. Следующее видео, может, будет. Хочу показать по дороге. Вот когда еду, кто-то мне написал, что... Ой, да вот по дороге едете, типа, одинаковое такое все. Одна реклама, говорит, торчит. Вы думаете, что это реклама на дорогах? А это этот. Есть реклама, но реже. Это знаки, которые оповещают, что находится на этой плазе. Понимаете? Поэтому я как-нибудь хочу поостанавливаться на плазах, показать эти... Ну, знаки не такие большие, как щиты, да? Не такие. Как-нибудь здесь их нет? Да нету, потому что здесь нет сервисов. Здесь это жилой дом. И вот тоже жилой дом. И на этих щитах написано, что находится в этом месте. Вот. А это этот. Вот смотрите, я его пропустила. Он мне рукой кивнул. Парень, спасибо. Вот так вот кистью раз. Вот так у нас все время говорят живут. Вежливые американцы. Вежливые такие. Красивые вот эти дома, да? Ну, вот эти... Это конда. Конда. Конда вообще называется такое... Хорошее жилье такое классное. Кондоминиумы. Апартменты попроще. Красиво, да? Красивые дома с красивыми балконами. Территория въехать, это такая... Ну, закрытая security. Ну, электронная это шлагбаум. Security, не знаю. Может, и не сидит там никто в этой, но... Может, и не сидит никто в этой самой, но... Заезжаешь по электронной этой самой. Стикер на машине обычно. Наклейку клеят, которая реагирует на электронный сигнал. И ворота открывается... Не ворота, а шлагбаум открывается. Красивые кондосы. И смотрят на воду. Там канал. Ну, я имею в виду, да смотрят на... Да и сюда. Вот эти вот окна. Они смотрят вот сюда, вот на такой же пляж там. Ну, только высшие этажи видят море. Низшие этажи вот эти моря не видят. Все равно красивые. Я знаю, там очень удобные кондосы. Я уверена в этом. Они классные. У них там все есть. Там даже есть эти... Бывают крытые бассейны есть. Есть джем-клабы есть. То есть, эти вот эти... Вы знаете уже, что такое джем-клаб, да? Гимнастический этот. Как это у нас? Спорт-клуб, да? Вот, лодки у людей. Наверное, можно лодку, да, иметь. За лодку отдельно платишь. Я уже вам рассказывала. То есть, за место для лодки. За лодку, само собой. А за место для лодки тоже. Вот. Так, а это еще одна парковка. Там. И это... Еще одна парковка там. Может быть, даже тоже все занято. Ой, это не очень большое видео будет сегодня у меня. Разговор ни о чем. Ну, хоть просто пройдусь. Это все в машине, в машине. В машине. Куда вы, говорит, там ходите, написали мне. То есть, куда вы все время ездите? Это все время... Это вас спросить, что... Куда вы все время ходите? Ну, вот из дома российский житель вышел. Вот она, да, пошла. Сегодня она пошла на работу. Пошла или поехала на остановку. Да, потом на работу, потом назад. Потом она пошла в магазин. Потом она пошла в воскресенье на рынок. А вечером после работы она пошла к соседке. Она вышла из своего дома. В соседний дом зашла к соседке. А у нас это все на машине. Вот. Понимаете? У нас из соседнего дома, в соседний дом. Это если совсем не рядом дома, как вот эти два стоят. То можно и пройти пешком. И то не факт. Если они отдельно огорожены. Надо на машину садиться и въезжать. Вот. Все на машине. Ужас какой. Поэтому американцы, как скаженные, утром очень часто можно... По всем городам так можно видеть. Просто я не просыпаюсь и не хожу там, где они бегают. Вот они ходят и бегают. Ну так это трусой. А это пожарных машин. Это station. Fire station, наверное, называется. Fire station. Это пожарная машина. Они такие красивые. Вот. Улица здесь уже такая простая, да? Ничего особенного. Вот. Все равно красиво. Как красиво. Так. Здесь кнопку надо нажимать. Надо. Ну нажму на всякий случай. Так. Значит. Да пошла я. Здесь никто не ходит. Пошла я на красный свет. Вот. Нет, поехал. Нет, он не поехал сюда. Значит так. Бензин. Премиум. Три. О, дорого. Два. Смотрите. Два пятьдесят семь. За галлон. Это регуляр или что оно такое? А что тут только два? Обычно у нас три наименования этого. Цены на бензин. Но они, наверное, обобщили. Этот регулярный и медиум. Это слово. Слово медиум. Это средний. Рейд, по-моему, называется. Медиум рейд. Это средний. Средняя цена бензина. На средний, как он там? Восемьдесят какой он там? Не знаю. Забыла. Короче говоря, три сколько? Три. Подожди. Два пятьдесят, да? Два пятьдесят было? Два пятьдесят, а три ноль семь премиум. Значит, два пятьдесят. Но это дорого. Два двадцать пять у нас в городе. Это потому, что около пляжа. Вот видите, около пляжа бензин дороже. Считается, что туристам здесь на тебе. Плати, пожалуйста. Дороже. И довольно-таки, ну, может, центов на двадцать пять, на тридцать центов дороже. А так это на всю вот такую большую. Вот такой трог. Изолитый его. Это загаллон цена, да? Два пятьдесят загаллон. В галлоне три литра семьдесят пять. Три. Три поинт семьдесят. Три поинт семьдесят пять. Три точка семьдесят пять. Ну, вот. В предложениях точка, слово переводится период. Ну, как период наш, да? А вот в цифрах говорят поинт, да? Три поинт. Поинт. Правильно сказала. Наверное, правильно. А это кафе, в котором никого нет. Вечером будет народ, конечно, сидеть, балдеть. А где я припарковалась? Я тут припарковалась или дольше? А кто его знает? Слушайте. Пришли искать. Пришли смотреть. Ой, господи. Все равно холодно. Вот и быстро иду. И в пиджаке все равно прохладно. Так. Ну, наверное, я... Нет, я не здесь припарковалась. Ну, или здесь. Дюныш были, да? Большие. Ой, в Америке потерять машину очень легко. Оно все, правда, одинаковое вокруг. Нет, не здесь. На следующий, наверное. Кто-то писал по дороге одинаковое. Правда. Это правда. Особенно дороги вот такие рабочие. Знаете, вот я иногда еду, там трещу. Рабочие. Не вот эти пляжные, где люди ходят. А рабочие. Они очень-очень все похожи. И еще, когда же не знаешь английского, все эти слова наименования одинаковые. Тебе. Ну, одинаково. Но ты же не понимаешь, что хоть бы запоминать территорию по названиям бизнеса, да? Ну, вот что написано на дороге. Или рекламы. А то, что не понимаешь, и все одинаково, и потеряться очень легко. Это правда. По-моему, в России как-то все разнообразнее. Смотрите, вот эти вот кусты. Они такие колючучие. Чучие. Они такие колючучие. Что вы не можете себе представить. Мы их извели. Я вам рассказывала, да? Настолько колючие были, что я позвала, я как-то рассказываю, это парковочная машина. Мы позвали когда-то мужиков двоих. Просто муж. Я не помню где. Толь он где-то был в магазине. Я не помню где, что он сказал. Придите нам куст вырвите. Обыкновенных людей. Ну, какие-то пара американских этих тинейджеров. Такие рабочие люди. Не помню, где он взял под что-то. Вот что-то там они или делали. Они уже сказали, нет проблем. Мы сейчас, говорит, вырвем. Это тоже не моя парковка. Ты так еще и не найдешь свою машину. А мы, говорит, так вырвем. То есть сейчас вырвем. А, еще, говорит. А, он еще, говорит, у вас, говорит, у меня, говорит, нету этого. То ли мы только переехали. Я не помню. Короче, не было пилы или что-то. Значит. А куст здоровый такой больше этого. Колючий страшно. Там вот такие вот иголки. Иголки такие, как у розы, знаете. Вот такие шипы, шипы. Не иголки, шипы. Вот. А они, говорят, мы сейчас вырвем. Как пошли. А была жара, помню. И они такие полуголые мужики. И когда начали они его пытаться ломать. Чем-то там. Я не помню, чем они резали. Может, с какими-то ножами. Я не помню, что им там дал хасбанд. Или это. Не помню как. Ну, короче, я когда увидела их тела. Я чуть не упала. Они были все поцарапаны. Они еще были эти. Ну, как-то полуголые. Ну, какая-то майка такая, знаете. Совсем без рукавов. Я помню, на телах эти царапины и кровь шла. Вот. И пока они вырвали этот куст. Пока переломали их. Они все были кровяные. Ой, они под конец. Помню, такие уставшие были. И все потные. Жара. Еще и кровь текла с тела. Какой кошмар. Эти кусты, они ужасные. А красивые. Вообще, все, что красивое, оно такое ядовитое. Это кротон старый, да? Кротон старый. Ну, просто он в феврале, наверное, на милисте поменяет. Дом частный. Лените, какой завалюшка. Ну, вот эта завалюшка и сдается этим людям. А что на пляже за завалюшкой, за этой пляж? Останавливаются. Это мотель, так называются. Вот эти вот. Останавливаются туристы. Отдыхающие. И это завалюшка для отдыхающих. Останавливаются туристы на пляже. Класс. Романтика, правильно? Если приехала откуда-то. Хорошо, какая разница, завалюшка или нет. Лишь бы по цене подходила. Вот. Это пицца. Написано. Ну, такое что-то частное. Ой, какая картина ужасная. Она с ним нарисована. Я, кстати, в Америке вот это встречала часто. То скульптуру кто-то поставит. Лените, картина какая-то ужасная. Если бы не было людей, там я бы подошла. Ужасная картина. Намалевал какой-то придурок. Я замечала, что либо... Картину намалю или эти скоречники. Что попало? Я замечала, что либо... Пальма старючая такая, старая такая. С фонариком. Фонарик вставлен для подсветки. Замечала, что либо скульптуру кто-то поставит около своего дома. Вот это перевозный домик. Видите, под ним дыра. Вот их можно перетаскивать. То есть поднял, на машине привез, поставил на фундамент или на кирпичи. Вот. Либо скульптуру поставит такую ужасную. Либо под нее подставит базу. Больше, чем эта скульптура. Ну, с высекаментом или что, постамент. Больше, чем эта скульптура в 10 раз. И скульптура вот такая вот, а база вот такая вот. Вообще не смотрится. Либо сама скульптура ужасная. Либо не здесь я парковалась, как вы думаете. Ну, теперь буду каждый поворот проверять. Либо это... Ой, господи. Не, наверное, не здесь. Либо картину нарисует где-то на доме. Да главное, хоть бы еще дома рисовал картину у себя. Это одно. Но на доме людям... Как курица лапая, это трейлер. Нет, небольшой, маленький Ford. Ford машина не очень популярная в Америке. Нет, это не парковка моя, нет. Фу. Я, наверное, сейчас отключусь. Если я потеряюсь, я включусь вам заново. А что включусь? Надо искать выезд. Хоть телефон со мной. Хасбенту позвоню. Назову номер ули... А, мне еще сказали, говорит, когда вы едите, называйте улицы названия. Вы что, с ума сошли? А есть мне время их вычитывать? Улицы. Они здесь... На каждом перекрестке другое название. Называйте улицы. Ой. Так, что это у нас тут такое? Продается что-то. О, она продается. Деньки, папайи. Маленький магазинчик. Частный бизнес такой хреновенький. Мало кто сюда ходит. Ну, может, у кого, как я говорю, живет в отеле, нет машины. Так он зайдет деньку купить. Вот. Все, пошла такая деревня, матушка. Слушайте, я серьезно потеряла парковку. Прямо серьезно потеряла парковку. Ой. И самое интересное, что я в туалет бы сходила, я воды напилась. Вам говорю как по секрету. Никому не говорите. И потеряна эта, представляете? И здесь совсем не туалетовая эта. Здесь нет туалетов. В этой деревне. Все, пошли дальше жилые дома. Ну, сейчас я посмотрю. Может, я вот тут отворачиваю. Ну, я рассказывала уже, мы когда-то с Хасбинтом в этом Дисней Уолде. Дисней Лэнд в Калифорнии. Дисней Уолд. В этом, во Флориде. Мы когда-то с ним потеряли машину. Мы с ним искали ее. Часа два ходили. Там парковки называются. Гусенок, утенок, цыпленок. Это. И мы... Нет, не сюда я. Чизес Крайст. Где же я припарковалась? Господи. Ну, эти гусенки, утенки, они все перепутались в голове. Если был бы ребенок, может, это бы запомнил. А поскольку-то взрослые, как-то не отреагировали. И это... А там из этих парковок, они... Их там масса. Они огромные, эти паркинлады. И от них везет такой... Ну, как автомобильный поезд такой, да? С вагончиками. И везет тебя туда. Ну, этот вот. В парк Диснеевский. И довольно-таки далеко. А потом назад же на этом поезде. Назад. И ты выходишь. Он объявляет, что гусенок остановка. Потом утенок остановка. А нам-то что? Нам все животные на один этот самый. Мы не запомнили. И давай искать. И все. Каждого этого гусенка раз просматриваем. Садимся опять на этот трейн. Трейн называется. Ну, название как поезд. На этот трейн садимся. И опять гусенка, утенка искать. Кошмар был. Ужас. Вот. И с тем делом, что потемнело, эти парки уже закрываются. И мы смотрим, что на паркинладе уже, да и закрылись уже. И на паркинладе уже остается мало, в паркинладах уже остается мало машин. И это. И, ну, только обслуживающий персонал может там и все. И мы давай что? И мы позвонили. Хасбут позвонил в полицию. Ну, там же звонишь 911. А потом говоришь, они тебя переключают моментально на этого. На, 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 на security этого Дисней Волда. И Дисней Волдовские security приехали моментально, тут же раз, как из-под земли и выросли. В Америке так. У нас никто не ждет никакую скорую помощь, долгая или полицейского. И он раз нарисовался. И это. И они нарисовались, посадили нас на эту машинку и начали мы ездить искать. Спросили модель машину и нашли в темноте уже. Ой, так, слушайте. Сейчас отключусь и пойду быстрее, потому что, говорите, идти тяжело. Не нашла я, я потеряла свой выход. Все, а ну отключаемся, пока.